Всем привет, YouTube! Вы находитесь на канале про умные гаджеты, меня зовут Миша и в сегодняшнем нашем видео будет приставка, которая называется X10 Max Plus Это no-name приставка, она аналогом есть тот же X96 Max Plus, A95XF3, H96 Max X3 В общем, все-все-все, что базируется на процессоре Amlogic S905X3, который здесь встроен По характеристикам также особо ничем не отличается, в версии есть 4.32 и 4.64 У меня версия 4.64, но между ними особо нет никакой разницы, разве что если вам нужно побольше памяти Процессор мы уже обсудили с вами, Android 9, видеоядро G31, двухдиапазонный Wi-Fi, гигабитный Ethernet и все в таком духе В общем, стандартный набор Вот такая вот приставочка, сейчас я вам покажу комплектацию, что к ней входит Здесь у нас блок питания 5 вольт, 2 ампера, да Здесь у нас HDMI кабель, метровый, наверное Вот такой вот пульт, в принципе, функциональный Здесь есть много полезных кнопок, даже есть кнопка YouTube и Netflix Но я все-таки рекомендую вам пользоваться вот такими вот пультами, которые гироскопичные и с микрофоном Короче, еще есть в коробке инструкция со скриншотами, как ее подключить и даже есть русский язык по подключению То есть, можете на это рассчитывать Ну, там вообще ничего сложного, но если что, можете знать, что здесь есть русская инструкция Так, вот такая вот приставочка, давайте я по разъемчикам вам сразу покажу Здесь у нас даже защитная пленка и она, в принципе, ну ладно, давайте я сниму ее Так, она не хочет что-то сниматься Не хотел ее снимать, но ладно уже, чтобы посмотреть, насколько приставка красивая вообще Придется все-таки ее снять Окей, снимаем пленочку и вот такой вот она глянцевого цвета, черного Здесь X10 Max Plus 8K Q Не знаю, что они имели в виду под этим, но окей, пусть будет Так, по разъемам у нас слот под microSD карточку, 2 USB 1.3.0.1 обычный USB Разъем под блок питания, дальше HDMI разъем, гигабитный Ethernet, как я уже сказал SPD в цифровой видеовыход и также есть AV кабель для, вернее, разъем для AV кабеля под тюльпаны Самого кабеля в комплекте нет, так что если вам для старых телевизоров, то подключайте, покупайте тюльпанчики отдельно Здесь у нас есть техническая информация, вся та, которую я уже назвал И снизу есть отверстие под то, чтобы она охлаждалась, чтобы выводился звук Как она будет греться, мы сегодня будем проверять Кстати, есть еще и также экранчик, на котором показывается время там и подключение по интернету Ну, не очень функционально, хотя может кому-то и понадобится Ссылку на эту приставку, чтобы купить надежно в Украине или, например, с Алиэкспресс Я добавляю под видео, также там будут ссылки на пульты, джойстики, так что переходите А также подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать какие-то новые гаджеты, новые обзоры Подписывайтесь и будем дальше смотреть видео Так, еще один момент по разъемам Мне кажется все-таки, что 2 USB маловато Я бы, наверное, хотел как минимум 3 Но если вам особо ничего туда много не надо подключать, то можно и так с легкостью работать Но это уже индивидуально, смотрите сами Так, сегодня мы ее подключаем Я вам покажу, что, какой функционал вы получите, если вы купите и подключите себе такую приставку Покажем, как она в играх, покажем, как она в воспроизведении фильмов, каналов И запустим, конечно же, тесты, троттлинг, как она в нагреве и все остальное В общем, все как обычно, погнали Так, приставка подключена у нас Сразу хочу сказать про пульт, который идет в комплекте Им можно пользоваться, можно управлять, можно запускать Но это не так удобно и некоторый функционал все-таки для него недоступный Поэтому я рекомендую покупать G10, G20 вот такие пульты гироскопичные с микрофоном Здесь же просто инфокрасный Что касается у нас самой приставки Лаунчер, я думаю, вам уже знакомый Мы такое видели в A95XF3 Только он здесь уже с коробки более-менее настроенный Все хорошо работает Чем мне нравится этот интерфейс Потому что здесь все, вот эти плиточки, смотрите Вот это вам, например, не нравится, чтобы она здесь была Вы зажали и куда-то спрятали ее подальше Вот, здесь у нас тоже можно добавлять плюсик Можно добавлять те приложения, которые вам нужны Я вот уже несколько подобавлял сюда Интерфейс можно сделать чуть красивее Например, поменять обои Вот сейчас мы поставим вот эти И уже тоже намного красивее смотрится это все Так, что касается также голосового поиска Который не во всех этих приставках работал с коробки Сейчас мы проверим Я знаю, что он уже здесь работает И лучшие фильмы за последнее время Вот, то есть он работает Голосовой помощник, ассистент Все работает Микрофон тоже хорошо адаптирован под лаунчер и под приставку И что, давайте я зайду в настройки Еще там мы чуть-чуть пройдемся Настройки сети интернет Здесь двух диапазон И аккаунты, приложения Здесь у нас индивидуальный доступ Можно давать и настройки разных Настройки устройства Здесь об устройстве Вот эти все настроечки, которые стандартные Потом у нас пульты и аксессуары Также у нас уже подключен джойстик к приставке Чтобы мы затестили какую-то игру Дальше у нас идет расширенные настройки Дисплей, здесь у нас Screen Resolution HDR-to-SDR-state настройки есть HDMI-sec у меня работал Не знаю, как у вас будет Скорее всего, что же будет работать Что касается автофреймрейта То здесь коробки нет Но его можно настроить через сторонние приложения Аудиовыход, назначение кнопки выключения Есть root, что очень важно Так, picture Здесь можно настраивать picture mode В more setting мы заходим Попадаем вот в такие вот обычные андроидовские настройки В принципе, стандартно Все ничего нового Но вот так вот можно управлять И настраивать индивидуально приставку Так, давайте перейдем к мультимедийным возможностям Этим приставкам Я покажу, как можно смотреть телевидение Фильмы Например, здесь, кстати, уже установлено все на приставку Мы поставили пакет приложений Поэтому с коробки тут она идет совсем скучная Поэтому, если что, заказывайте настройку Итак, у нас Давайте начнем с приложения И посмотрим телевидение Каналы в 4К и каналы в HD Итак, запускаем 4К канал Например, вот какой-то Ultra 4К Extreme Сразу звук есть, но я его притушу Так, канал в 4К идет хорошо Классная картинка Без проблем грузится Звук есть Давайте еще вот Inside Ultra HD Тоже в 4К Видите, что очень хорошо подгружается Быстро работает То есть, просмотрим телевидение Вообще нет никаких вопросов IPTV, плейлисты Подбрасывайте любые приложения И у вас коробка показывает каналы Так, ну и что касается просмотра таких каналов Как Animal Planet HD Давайте посмотрим Так, в HD качестве работает Хорошо Звук есть Я сразу его потушу Не нужны нам проблемы с авторскими правами Not Geowild Также приложение Вернее, канал Быстро включается Все хорошо Discovery National Channel Также в HD канале Все работает Эти все штуки можно ставить платные Можно бесплатные IPTV плейлисты Всегда, пожалуйста, через приложение IPTV Pro Подсоединяйте себе и пользуйтесь Вот такими можно пользоваться каналами Можно смотреть Все достаточно удобно и быстро работает Окей С просмотром телевидения Я думаю, мы разобрались Что касается просмотра фильма Вы тоже в хорошем качестве Не знаю, в 4К или не в 4К Но в 4К тоже пойдет Но мы давайте найдем качество Хорошо Выбираем качество 4К HDR И сейчас посмотрим, какие здесь есть фильмы Например, в Jumagi Ищем торренты и файлы в 4К И вот у нас первый, который BadRip Вообще, фильм у нас весит 15 гигабайт Это достаточно много в 4К качестве И он загрузился Нужно было там пару секунд, чтобы какое-то время подгрузилось Сейчас мы... Вот он уже пошел Перемотаем на 20 минут Ну, собственно, фильм подгрузился Перемотал я его на чуть более активное что-то, что будет происходить Картинка сочная Все работает хорошо Звук есть Вот Поэтому мы с этого фильма выходим То есть, вот так вот можно смотреть разные фильмы Мультфильмы Есть приложение Кинотренд Есть Lazy Media Deluxe Есть HD Video Box Вы себе ищите По-любому вы найдете фильм В этих приложениях, чтобы его посмотреть Все бесплатно и все очень круто Что касается Wi-Fi Двухдиапазонного и обычного Я сейчас покажу тесты, которые я делал Вот результат двухдиапазонного режима Это скорость у меня где-то 100 мегабит И вот что показывает приставка Если на однодиапазонном режиме тестить То вот что у меня показало при тестировании 38 и где-то 60 на отдачу Очень хорошо отрабатывает Все это работает быстро Поэтому с интернетом проблем нет Так, теперь давайте зайдем в Аиду И посмотрим, что у нас там показывают характеристики Какие производители Droid Logix Так, центральный процессор Cortex-A50 Подождите Cortex-A55 Так, дальше у нас отображение Батарея Есть у нас датчик температуры Вот сейчас 6H6 И здесь она выведена Можете постоянно мониторить Но я пока что не видел, что у приставки Есть проблемы с нагревом То есть все здесь вроде как сделано хорошо Кодеки, если вам интересно Звуковые И вот они есть Можете остановить, посмотреть Теперь, что касается Ютуба И воспроизведения видео 4К в Ютубе Сейчас мы посмотрим Запустим какое-то видео Для того, чтобы посмотреть Как оно работает Но я уже запускал 4К 60 FPS На другом интернете С хорошим качеством интернета То, где я вам делал тесты Показывал скриншоты Здесь у меня чуть похуже интернет И работало все отлично Сейчас мы попробуем На этом интернете Тоже запустить какое-то видео В общем-то здесь интернета Где я тестировал Мне недостаточно Чтобы сейчас показать вам Что работает 4К Вот сейчас 4К 30 кадров И все работает 60 кадров Включаешь И интернета уже не хватает Сейчас я вам покажу Скриншоты Где у меня были такие тесты И все работало нормально И сразу же мы проверим Сейчас какая скорость У нас интернета здесь Чтобы вы знали Что нужно для того Чтобы был такой интернет И вот у нас скриншот Где видно Что 0 кадров вылетело С 3300 4К 60 кадров Если делаешь скриншот То почему-то Фон видео с ютуба Оно не подгружает Вот 4000 И 0 кадров Вообще не вылетало Ничего Ну и скорость тут 26 Давайте посмотрим Какая у нас по факту Скорость сейчас Так и есть Здесь скорость у меня небольшая В общем Если смотреть 4К То 30 фпс 20 достаточно Если хотите уже 30 Вернее 60 кадров Чтобы было в секунду То нужно уже Как минимум 25-30 Вот так вот Минимум Но тем не менее Такой скорости достаточно Для того Чтобы как мы уже Посмотрели фильмы В хорошем качестве Чтобы мы посмотрели Телевидение Даже 4К каналы Там частота кадров Поменьше Поэтому оно Подтягивает без проблем Так с мультимедийными Возможностями Мы разобрались Еще осталось у нас Тесты троттлинга И потом поиграем В игры Я уже тестил Эту приставку На троттлинг И она показывает Хорошие результаты И после этого теста Который сейчас мы проведем Я вам покажу Скриншоты других тестов А пока что Тест на 15 минут Температура у нас Стартует от 70 градусов Потому что мы нагрузили Приставку только что Ютубом Вот она уже падает И давайте запустим Троттлинг тест Погнали 15 минут Так ну собственно Вот и закончился 15-минутный тест Троттлинг И давайте посмотрим результат Вот в этот раз Вообще не выявлен Никакого троттлинга Видимо в этот раз Ничто приставку не отвлекало Я полностью все Повыключал Поостанавливал Wi-Fi И все остальное Поэтому сейчас Вообще не было Никакой просадки Здесь даже на графике Ничего не видно Максимальная Производительность У нас Получилось 43 Минимальная 39 Средняя 42 тысячи Температура у нас Максимальная Была 73 Но это не самая Максимальная температура Которую я видел В этой приставке Я думаю мы еще В играх ее увидим Но вот смотрите Результат такой А сейчас я вам покажу Скриншоты Где были результаты Не очень хорошие Но в целом Я считаю Что приставка По нагреву Очень хорошо сделана Так это у нас Ютубчик был И давайте посмотрим Результат Вот например У меня был результат Максимальная 43 Минимальная 35 И было какое-то Одно провисание Сейчас мы его найдем Вот этот результат Видите Вот это место Где что-то Приставку все-таки Загрузило И мы увидели Результат 95% То есть 5% От ротлинга Температура Максимальная 75 Была Вот И вот такой вот Результат Но в целом Я думаю Что даже Не нужно смотреть На это Просто нужно знать Что с охлаждением Приставки все окей Сейчас посмотрим Как это будет Все происходить В играх И начнем мы С игры Реал Рейсинг Итак Реал Рейсинг У нас запускается С температурой 77 градусов Это больше Чем в тротлинг Тест Мы видели Да Вот И сейчас Я думаю Вряд ли Уже поднимется Потому что Я уже навернул Один кружок 77 градусов В принципе Достаточно много Но и никаких Подвисаний нет Самое интересное Конечно же Начнется У нас В World of Tanks Который мы Сейчас запустим И посмотрим Что же будет Там Мне кажется Что там Температура И до 80 Может дойти Окей Реал Рейсинг 77 градусов Больше мы не смогли Его разогреть Этот процессор И теперь Конечно же Переходим В World of Tanks Также есть много Других игр Например Dead Trigger Я уже не стал ставить Потому что Показательная игра Это World of Tanks И по ней Мы сможем определить Как вообще дела У приставки с нагревом Итак Мы запустили World of Tanks На качестве Среднем И сейчас посмотрим В общем Я вам скажу Ребят Что играть На средних настройках На этой приставке Вообще Unreal Потому что Видите Сами Какое качество Картинки Так Кто у нас Тут еще есть С живых Выточили мы Эту катку Я еле-еле Доиграл Но скажу вам Что на этих настройках Играть просто нереально Давайте Поставим Низкие настройки Что-то вроде того И посмотрим Как можно будет Играть На этой приставке С этими настройками Вообще Никак Так Заходим Настройки Графика И Ставим Низкие Настройки Так Ну что ж Я поставил Низкие настройки Потому что Играть на средних Просто невозможно Вот Поэтому мы сейчас Будем играть Именно на низких И я уже вижу Что здесь Приставки Проблем не будет Потому что 28 фпс Минимум Я видел 26 Это очень хорошо Я думаю Что мы сейчас Нормально поиграем Картинка хорошая Вот у нас уже Первые зайцы Повылазили Сейчас мы Где-то здесь Потеряемся Уже даже Первый Удачный Выстрел И давай Мы его Закатаем Первый Есть Хорош Закатали Вот Кто-то Еще К нам Приближается Здесь Да Промазал Я что Ой Ой Как ты Стреляешь Хорошо Так Вроде как Я уже Даже не такой Плохой Танкист Как раньше Мне казалось Что мы Всех Закатали Нет Вот У нас Фпс 28 Игра Хорошо Идет Температура У нас Максимальная Которую я Видел на этой Приставке 80 градусов Не сказать Что это В пределах Нормы Но это Не какая-то Огромная Температура Тем более Для этого Процессора Поэтому Все нормально Играть На минимальных Настройках Можно Вполне Себе Удобно Вот Наш Попал Я даже По нему Он такой Быстрый Конечно Так И кто-то Меня увидел Да Там еще Наконец-то Я попал По нему И все Мы его Закатали Фпс Хватает Всего Хватает Бой Окончен И очень Даже неплохой Бой Я вам скажу Был Так Ну что ж Пора подойдить итог Я вам скажу Знаете Что приставка Достаточно Хорошая Если брать Конечно же Ее в категории Чтобы играть Игры То вообще Нет Но Даже на ней Можно будет Поиграть Такие игры Как World of Tanks Она достаточно Серьезная На минимальных Настройках Ну и какие-то Другие Трехмерные Тоже Можно будет Играть Но Не на Максимальных Настройках В остальном же Просмотр Телевидения В 4К Фулл HD Классные Каналы Просмотр Фильмов В качестве 4К Ютуб В качестве 4К 60 фпс В общем Для мультимедийных Задач Она полностью Подходит И хорошо Работает Система Охлаждения Тоже Хорошо Настроила Троттлинг Максимальный Был у нас Там 6% По моему По скриншотам А вот Когда последний Раз сделал То вообще Не было Троттлинга Приставка Набирает Максимум Это 80 градусов Это чуть-чуть Много Для этого Процессора Но Они все Примерно В такой Категории Работают С таким же Температурным Режимом Поэтому Если для ваших Задач Эта приставка Подходит И реализует Их без проблем Как вы увидели В видео То можете Смело Покупать И долго Не думать А на этом Все Спасибо Что смотрели Это видео Ставьте лайк Если оно вам Понравилось И дизлайк Если не понравилось Пишите в комментариях Что не понравилось Что можно улучшить Жду вас в комментариях Там пообщаемся Всего хорошего Пока